Привет, друзья! Меня зовут Манижа, и сегодня я в очень необычной обстановке. Дело в том, что я буду превращать себя в супер-красавицу, хотя я и так очень даже ничего. Я нашла рецепт, как за 30 минут сделать из себя фриду. Ну, настоящее произведение искусства. Давайте приступим. Мы все помним, что нужно в первую очередь помыть ручки, во вторую очередь нужно умыться. И я пользуюсь этой штукой. Она немножечко как скраб. Если вам нужно сегодня, через 45 минут, быть прекрасной, эта штука подходит вам. Смебай. Возможно, все косметологи сейчас меня убьют. Может быть, не надо было после скраба делать тоник. Но я так делаю, сори. Тоник для сухой кожи, он просто на основе ромашки. Дальше в бой идут патчи, как у всех нормальных женщин в 21 веке. Но они действительно помогают. Вот эти. Вот видите, как красиво. Переливаются. Маска для лица. Витамин С это божественная штука. Круче, чем все эти ваши коллагены и слизь улиток. Теперь наслаждаемся. В этот момент я либо ставлю классную музыку, по которой можно немножко потанцевать, наслаждаться собой. Там не знаю, красиво сказать. О май га. Красота. О май га. Параллельно, вместе с тем, пока увлажняет само лицо, я занимаюсь волосами. Обычно я пользуюсь кремом для волос. Для того, чтобы волосы были более мягкими, так удобнее делать косички. Подсмотрела, что многие женщины, которые плетут косички, они добавляют масло. Волосы будут супер. Счастливы и благодарны вам. В кадр заходят великие косички манижи, которые купила на базаре в Таджикистане. Душа моя. Девушки на востоке, в кишлаке, надевали эти штучки на самые важные мероприятия. На свидания, например. И поэтому они себя украшали и плели кучу-кучу косичек и вплетали вот эти штуки. Это как такие маленькие обереги. Когда на сцене что-то не получается, я их трогаю, и мне становится легче. Я доплетаю почти до конца и просто завязываю две прядки. Косы готовы. Красиво. Мне очень нравится вот эта сыворотка Калистар. У меня светится лицо. Знаете, свет выключишь и просто светится лицо. Я беру совсем чуть-чуть. Ее хватает на очень долго. После этого мы берем базу. Я смешиваю два продукта. Мне очень нравится вот эта база Бека и Клоренс, этот крем. Растираю вот такой в руках, а потом остатки опять же таки вдеваю. И кожа сразу светится. Я делаю Би-Би крем. Мне нравится вот этот, это тоже Клоренс. Он универсальный. Его можно сделать совсем чуть-чуть. Ну, вроде бы все красиво. На шею обязательно тоже наношу, чтобы не было видно перехода. Любой консилер. Мне нравится вот этот Make Up Forever. Я делаю такими неряшливыми движениями. Мы же делаем арт, да? Наношу на места, где есть какие-то покраснения. И дальше тоже так же бьюти-блендером растушевываю. Ничего необычного. Все так делаю. Контур, да? Контур. Я пользуюсь вот этой штукой Бека. Наношу сюда аккуратно. Не ярко, потому что я не люблю очевидный контур. Также вот так сюда под глаза. И немножечко сюда. Та-дам! Я очень счастлива, что я не щипаю брови, потому что в детстве это был для меня ад. Мучилась, все время делала их тоньше, старалась, чтобы они были идеально ровными. А вот год-два назад сказала себе, да, все, короче. Вот, ну, красиво и так красиво. Если вы чуть-чуть знаете обо мне, я последнее время всегда делаю монобровь. Я ее начала делать, потому что мне ее очень не хватает. А она больше не растет. А знаете почему? Потому что я всю жизнь ее выщипала. Грустная подростковая история закончилась. Мы расчесали брови хорошенько. Дальше берем карандаш. Вот этот бенефит, он очень классный. И я вот в основном только вот тут прорисовываю кончики мровей. Чуть позже мы нарисуем монобровь. Я хочу сначала показать вам свой повседневный мэй. А в конце добавить изюминку. Вот такая вот штука. Это тинт плюс гель. И вот такой вот гель, которому уже 2 миллиона лет. Как вот у меня говорит мой очень хороший друг, когда я крашусь. Он говорит, ты что ты делаешь, делаешь, но я не понимаю, что ты делаешь. Ничего не меняется. Меняется. Я делаю 2 геля подряд. Но нет потому что универсальных продуктов, которые вам подходят. Подходит ваш поиск. Такие вот тени с мужчиной. Новые, абсолютно новые. Я делаю сюда светленький оттенок. И дальше я использую теплые оттенки. Особенно сейчас холодно и хочется думать, что ты где-то на берегу. По крайней мере, можно это устроить себе в макияже. Правильно? Пальцами вот так вот растушевываю, чтобы было естественнее. Так, дальше берем чуть потемнее. Подчеркиваем вашу складку. Понимаете? Вот эту складку можно подчеркивать, а другие нет. Другие мы прячем. Прячем. А зря. Я еще вот здесь чуть-чуть снизу делаю. Не знаю зачем, просто знаете. Мы будем сейчас с вами рисовать вот эту ресничную линию. Межресничная стрелка. Любым карандашом. Я пользуюсь вот этим карандашом Иво. Он супер дешевый и ни разу мне не подводит. Я вот обычно рисую такую, а потом пальчиком делаю. Мне просто не нравится, когда она слишком четкая. Так вот, как будто бы взгляд что ли мягче становится, добрее что ли. О май го! You're so hot! Ресницы. Я пользуюсь только коричневой тушью. Почему? Потому что это более естественно. А мне нравится флагманская тушь. Летуаль. Она супер простая. И опять же стоит своих денег. Чуть-чуть в сторону увожу их. Нижние реснички я никогда не красу, потому что я их не вижу. Они такие маленькие, что я вечно промазываю, попадаю в глаз. Очень больно. Много лет не пользовалась бронзером, мне казалось, какие-то отголоски двухтысячные. В общем, раньше женщины делали так вот бронзер. А потом недавно я попробовала, поняла. Блин, как это же классно. Как будто бы ты была на море. Как будто бы загорела. Как будто бы в жизни все хорошо. Сразу теплее становится. Да, чувствую? Почему так много теней, вы спросите, Маниза? Потому что я использую их на свои чикси. Чикс. Вот сюда. Оп-оп-оп-оп-оп. И я еще, знаете, делаю всегда вот сюда и чуть-чуть на носик. Классно макияжи. Планы меняются по ходу макияжа. Поэтому, если захотелось, вот мне сейчас захотелось сделать золото, много золота, делаем золото. Не стесняемся. Губы. Я делаю просто форму моих губ. Мне очень нравится, когда нет четкого контура. И берем помаду. Я прям беру пальцем. Для себя я открыла необыкновенную комбинацию. Это помада и тень. Также сюда наносим. Теперь как в рекламе из 90-х. Почти ничего нет! Будет держаться очень долго, я вам гарантирую. И вот это тоже будет держаться очень долго. Вот сейчас вы видите прекрасный дневной мейкап. Моно-бровь. Символ моей идентичности, которую я потеряла. И пытаюсь ее восстановить. Делаем вот так сюда линию, да? Ширина бровей в зависимости от нашего настроения. Дальше рисуем вот такие волосочки. Мы делаем первый слой такой, как набросок. Эскиз бровей готов. И чуть-чуть расчесываю здесь, чтобы не было видно вот этой линии, которую мы нарисовали. Беру еще один контакт. Который чуть-чуть будет поплотнее. Вот такая она у нас будет. Очень активная получилась. Очень активное настроение. Мне еще нравится сделать вот так. Совсем яркие румяны. Живопись готова. Последний штрих. Это серьги. Эти серьги, кстати, мне подарили на каком-то из моих концертов несколько лет назад. Мы были созданы друг для друга. Для этих прекрасных косичек. Косички, кстати, вы можете делать как угодно. Вы можете вот так переложить их и полностью изменить свой лук. И нарисовать картину после этого. Я очень рада была быть с вами сегодня. Любите себя. Не забывайте трогать свое лицо. Перед этим обязательно воспользуйтесь антисептиком. Не держите дистанцию к любви. Развивайте ее в себе. Ищите свою идентичность. Я и еще несколько людей в вашей жизни точно восхищаются вами. Хорошего всем дня, вечера, ночи.